Друзья, всем привет! 11 часов МСК. Мы на счетах компании Steam Brokers. Корректируем идеи утренней комплексной аналитики перед открытием европейской сессии. Давайте смотреть, что у нас происходит. Зоны объема техника по основным инструментам и кроссы. Разберем здесь немного. Поехали. Начинаем с евро. Здесь отменяется идея среднесрока. Актуальная идея внутридневная. Вот 1,4. В общем, тут ничего не поменялось. И обратите внимание на Кум Дельту. Она растет в рамках отработки внутридневной. Это очень и очень неплохо. Самое главное, чтобы упал вот этот Депок сюда вниз. Если он упадет, тогда при формировании паттерна на котировке 1.1054 заходим в позицию на покупку. К целям максимум вчерашнего дня. Далее котировка зоны 1.2. 1.1112. И дальний тейк на недельную контрольную зону 1.1196. Ставим по евро все. Переходим далее по фунту. Кто зашел, по идее, вчерашнего дня сидим. Кто не зашел, ждем обновления максимума вчерашнего дня. Тут глобально ничего не изменилось. И даже появился маленький плюс. Кум Дельта потихонечку, хоть и в отрицательной зоне, но начала расти. Поэтому можно уже говорить о том, что приходят активно покупатели на вот этой зоне 1.2. И в принципе позиции, если вы открывали по фунту, они актуальны. Актуальны. Держим. Стоп за минимумом. Первый тейк 32.68. Второй тейк 34.28 ставим, так как тейк на недельной зоне серого цвета очень близко. И после теста недельной зоны серого цвета, если он произойдет, у нас появится новая неделька. Туда ставим третий тейк профит. Австралийский доллар против американского доллара. Смотрим по идее вчерашнего дня. В принципе, очень круто, классно протестировали объемы на зоне золотая 1.4 с кластерами. И сейчас ждем перебития вот этих минимумов, чтобы зайти по паттерну 1.2.3. У нас немного изменился депок. Именно на депок выставляем лимитную позицию, так чтобы стоп 27 пунктов был хоть чуть-чуть больше, чем потенциальный тейк. Так, вот здесь был у нас начало точка входа, но здесь стоп был чуть побольше, чем тейк профит, поэтому я не рекомендовал заходить ранее до изменения депок. А сейчас, в принципе, эту идею можно брать. Цели 66.85, 66.14, 65.41. Недостатки. Это отсутствие информации, это удержание недельной зоны. Растущая. Кум дельта, хоть она и в отрицательной зоне находится, но еще чуть-чуть, и мы перейдем в положительную зону. Рисков много, недостатков много, поэтому 0.1 максимально возможная от вашего депозита. Берем по Ауди со стопом за максимум вчерашнего дня. Новозеландский доллар из-за вот этих объемов не входили в позицию нигде вот здесь. Любая продажа выше, это продажа в объемы. И тейк-то не поставить на этих объемах. Я вообще рекомендую здесь ждать обновления минимумов, чтобы в будущем работать на продажу после появления уже информации. Там уже будем смотреть на недельную зону, на объемы. В зависимости от того, куда уйдем сюда, будем искать точку входа. Пока официально я вне рынка, но если хотите что-то сделать, то максимально вы должны быть заточены на продажу. Пока никаких покупок. Но вот из-за соотношений и из-за вот этих объемов я бы рекомендовал пока посидеть, подождать. Доллар японская иена, к сожалению, двойная смена тенденции. И сейчас, если что-то и делать, то работаем на продажу. Говорим о точке входа из диапазона выгодных цен. Сопротивление 144.35, 145.2, 145.69. Смотрим по крупным кластерам. Они, конечно же, на выбивании. Плюс на одной второй находятся. Если посмотреть по кундельте, то она нам мешает продавать. Плюс мешает продавать отсутствующая информация. Исходя из этого момента, мы сокращаем риски как минимум уже в четыре раза. Крупные объемы сверху. Лучше всего работать именно от одной второй. При формировании паттерна здесь входим в шорп позицию с целями 143.03, 141.79, 139.26. Доллар Канада. Идея вчерашнего дня остается актуальной, несмотря на закрытие ниже, чем зона 1.4. По причине того, что основная идея заключалась в том, чтобы поработать от вот этой проторговки, от вот этих объемов. И сейчас тестирование зоны 1.2 максимально актуально. Только после теста будем работать в лонг. Желательно зигзаг на депок, чтобы могли поставить покороче стоп. Если зигзага не будет, придется работать с далеким стопом, лишь бы было соотношение 1 к 1. Тейки 35.64, 36.19 и 37.12. Но все это только после теста 34.73. Комдельта за нас. Маржинальный импульс за нас. Но отсутствие информации нам полноценно мешает работать. И в принципе это все. Если именно по идеям аналитики, которые проводим на FTM Brokers, то с далеким стопом 0.5 риском, с ближним стопом 0.25 риском поработать нужно. Швейцарский франк в стоп-лосс получен по идее вчерашнего дня. Сейчас есть закреп ниже четвертинки. Тест 1.2 вероятность порядка 60%. 84.26 обязательная котировка для тестирования, чтобы мы могли зайти по среднесрочной тенденции, но только если зигзагом идем выше депок. Если уйдем, тогда есть возможность поставить короткий стоп. Будем работать в лонг. Цель 85.33.86.07.87.18. Сокращение рисков из-за отсутствия информации, низкой ликвидности данной пары и сокращенного стопа. Поэтому 0.1, не более. Есть марки WTI. Продолжаем работать. Шорт появления информации у нас здесь замечательной. Работаем на продажу из нового диапазона выгодных цен. Сверху ограничены точкой техспома 70.98. Снизу 69.99 из этого диапазона ищем продажи. Крупные объемы сверху. Но вот здесь тоже понятно, они есть. В общем, в любом месте между указанными двумя котировками при формировании паттерна входим в шорт. Цель 68.34.67.22. 63.92. Кумб дельта за нас, но растет. Можно немного риски сократить, но не в два раза. Да, хотя бы там процентном отношении на 10-20%. Плюс сама по себе продажа нефти. Поэтому 0.3, 0.25. Вот таким риском поработать можно. Золото. Технический слом основного тренда продолжается. Опять повыбивали стопы. Вот они все проблемы, которые у нас на расширяющейся модели появляются. Поэтому мы сейчас вне рынка. Сверху объемы. Снизу вот эта точка техслома. Сидим, ждем, ничего не делаем. По серебру идеи вчерашнего дня она актуальна. Депок пока сильно внизу. Нам нужно ждать изменения депок. Как только он изменится здесь, либо может где-то здесь. И мы на этом депоке увидим формирование паттерна. Входим в шорт позицию. Цели 27.702. 27.167. И 26.117. Все это при отрицательной кумб дельте. Но удержание недельной зоны, отсутствие информации и падение самого по себе товарно-сырьевого актива говорят о риске максимальном 0.1.0.12. Индекс S&P, техслом пропускаем. Индекс NASDAQ. Если кто-то зашел в позицию, сидим. Объективно здесь паттерн был прямо на депок. Но сами понимаете, что стоп очень далекий. И вот этот стоп 150 пунктов и TX110 не интересен. Если вы заходили вот с таким стопом. Ну то есть пытались расторговать что-то подобное, скажем. Ну тогда как бы вам везет пока. Все еще в действии. Стоп не выбит. Ну по крайней мере, что могу сказать. Никаких покупок однозначно по данному инструменту в режиме онлайн мы не производим. Если делать продажи, то это минимальный риск. По причине того, что у нас идет удержание недельной зоны. Высоковолатильный паттерн. Причем сам по себе паттерн всего лишь навсего 1, 2, 3. К тому риски минимальные. Цели 18799, 18425 и 17900. Кроссы, еврофонд, вход в позицию в режиме онлайн есть. Можно вот сюда ставить стопик. Он пока не выбит. Для более надежности ждите перебития минимума вчерашнего дня. И вновь пытайтесь зайти в позицию на продажу. Цели 84014, 83603 и дальний тейк на недельной зоне золотого цвета 82924. Евро-Ауди паттерн по идее готов, но зайти по нему не представляется возможно. Единственное, что можно сказать, это никаких продаж точно. Ну а как купить, если бы просто линитка здесь купили? У меня вопрос, а куда вы ставили стоп? Ну, по крайней мере, никаких продаж. Только лонг. Появится сейчас новый максимум. Но отсюда будем пытаться вновь потом из нового диапазона работать на покупку. Евро-Иена общий шорт. Информации нет, это недостаток. Ждем откат в диапазон выгодных цен. По паттерну работаем на продажу. Цель минимума 2 недельных зоны. Евро-Канада. Выходим из позиции, если вы в нее зашли. Вообще заходить в позицию было нельзя. По той самой причине, что паттерна не было. Сначала КМ была вот эта точка. И в принципе до сих пор эта точка является КМ, потому что это минимум между максимумом и предыдущим максимумом. Здесь то, что вчера было нарисовано, я ждал обновления максимумов. Его не произошло. Поэтому паттерна не было. Сейчас нарисовался вот такой треугольничек после вот такого импульса наверх. И вероятность отсюда больше вверх выхода. Она присутствует. Плюс закреп выше, чем зона 1.4. Поэтому ждем теста 1.50-209. Далее при зигзаге, если он появится, работаем в шорт-позицию. Цели 1.48-889, 1.47-832 и 1.46-512. Фунт Е на отсутствует информация. Тенденция шар-то-вайя. Никаких покупок. Ждем откат диапазона. Если появится этот откат и появится паттерн, работаем на продажу. Цели 188.070, 186.504, 183.104. Ауди Канада без паттерна. Разворот произошел. Идеальное место. То, о чем мы и говорили. Вот этот вот уровень отрисован. Здесь же золотая 1.4. Ну, может быть там, конечно, на каком-нибудь М1 и был паттерн. Да, он действительно здесь был. Супер классный, супер. Если зашли, ну, я вас поздравляю. Со стопиком 8 пунктов посидеть по фунтовому, ой, по Ауди Кат с хорошим потенциальным тейком, это неплохо. Но я зайти не смог. Для себя константирую только одно, что никаких покупок. Если что-то делать, то только продажа. Ауди Японская иена. Только шорт. Удержание недельной зоны и отсутствие информации говорят о двойном сокращении рисков. Цели 96.179, 94.911, 93.286. Ауди против новозеландца. Пока ничего. Ждем тест 1.2 после закрепа ниже четвертинки. Далее при обновлении максимума сегодняшнего дня на коррекционном откате входим в лонг. Неплохой запас хода. Но отсутствует информация, поэтому немного риски сокращаем цели. 1.09.051, 1.09.652 и 1.10.477. Канада иена. КМ не пробит. Ушли на смену тенденции. Если что-то делать, то только продажи. Из диапазона выгодных цен сокращаем риски по причине отсутствия информации. На этом у меня все. Всем поменьше стопов. Максимум прибыли и профита. С вами был Евгений Каташов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok